Мы с вами поговорили о том, что происходит в средние века в Западной Европе, но что в это время происходит на Востоке? А там, в 3-4 веках, становление арабских вассальных царств – гассанидов и лахмидов-мунзеридов у рубежей Византийской Сирии и Сассанидской Месопотамии, соответственно, на северо-западе и северо-востоке Аравии. Эти процессы дают новые свидетельства о жизни племен сопредельных аравийских земель. В-5-6 веков они были отмечены в истории до Исламской Аравии сложными социальными и природными процессами, климатическими и тектоническими сдвигами, сопровождавшимися углублением кризисных социально-политических явлений. Неоднократные прорывы Большой Марибской плотины, разрушение более чем тысячелетней уникальной системы орошения вызвали новые миграции йеменских племен в северные и центральные районы Аравии. В конце VI-начале VII веков основную часть северо-аравийских племен составляли кочевники, обитатели степных и пустынных районов. Земледелие в Центральной и Северной Аравии в основном было сосредоточено в оазисах. Племя Кабила и род Ашира по-прежнему оставались главными социальными группами, во многом сохранившими свою роль и посетей. В 570 году родился Мухаммад ибн Абдаллах из рода Банухашим, будущий основатель ислама. Около 610 года он впервые выступил с проповедью, сообщая своим слушателям, неспосланные ему через архангела Гавриила во время отшеннических уединений, божественные откровения. Ко дню кончины самого Мухаммада, это 632 год, ислам приняла большая часть племен Аравии. Смерть Мухаммада сопровождалась расколом и колебаниями в ряде племен. Избранный традиционным собранием, Советом Абу-Бекр стал первым из четырех праведных халифов. Абу-Бекр, Амар, Осман, Али. В этот период наблюдается кризис раннего ислама, который вызвал раскол уммы. Часть асхабов дала рождение сунизму. Сторонники Али получили дали известность как шииты, а мятежники как хариджиты, завоевавшие популярность на периферии халифата среди неарабского населения Северной Африки и Западной Азии. Сегодня в основном они известны как ибадиты на востоке Аравии и в странах Магриба. Влияние этого исторического размежевания сохраняется в исламе и в наши дни. Приход к власти Муавии ибн Абу-Суфьян, родственника Мухаммада и первого представителя династии Амиядов в 661-750 годы принято рассматривать как триумф мекканской знати над демократическими тенденциями в исламе. Столица халифата была перенесена из города пророка Медины в Дамаск. В 709-711 годах мусульмане, преодолев узкий пролив в районе Геракловых столпов, высаживаются на Испанском берегу и начинают широкомасштабную кампанию на Пиренейском полуострове. Продвигаются до страны Франков, где они были остановлены войском Карла Мартелла в битве при Пуатье в 732 году. На востоке продолжалось наступление за Амударией, где арабами были заняты Самарканд и Фергана. А подойдя к рубежам Китая, арабы впервые принесли ислам в Кашгар, это современный Синьцзян. В начале VIII века, на пороге II века халифата, в халифате формируется новый центр антиамиядской оппозиции, аббасиды, 750-1258 годы. Они призывали мусульман передать власть представителям семьи Мухаммада от враждебных ему некогда амиядов. Ирак становится геополитическим центром багдадского халифата взамен Сирии. Аббасиды широко обращаются к персидской традиции государственного строительства, превратив восточные земли халифата в важный источник и опору своего политического и экономического могущества. Вершины своего могущества аббасидский халифат достиг в первую половину правления главного героя сказок «Тысяча и одна ночь» халифа Харуна Ар-Рашида в 786-809 годы. Эпоха аббасидов сопровождалась расширением сельскохозяйственных угодий и дальнейшим развитием ирригации. Если при амиядах в привилегированном положении находилась арабская знать из Аравии и Сирии, то аббасиды сделали ставку на привлечение элит практически всех народов и земель, вошедших в халифат. В армии возрастает роль тюркских наемников, гулямов из числа пленников, захваченных на восточных рубежах халифата. Получают распространение разные формы исламского мистицизма, суфизма, а также устанавливаются религиозные правовые школы. Масхабы в исламе, ханифитский, малекитский, шефитский, ханбалитский. Сменялась череда иранских и тюркских династий на Иранском Нагорье. Тахириды, сапариды, самониды, зеериды и буиды. Успехом турок в первой трети XIV века способствовала политическая ситуация, которая сложилась в этот период в Восточном Средиземноморье, что в свою очередь способствовало процессу возревания средневековой турецкой народности. Этническое, конфессиональное и политическое самосознание у тюрок Малой Азии при переходе от одного типа государственности к другому. Канзийский султанат, Анталийские беликие эмираты, централизованное османское государство, также султанат Османская империя. В течение XIV века Западная Малая Азия претерпела коренную политическую и демографическую трансформацию. На завоеванных турками византийских территориях активно происходили процессы тюркизации и языковой ассимиляции местного населения. Процесс исламизации такой интенсивностью не отличался. Религиозная ситуация в этот период характеризовала известная терпимость по отношению к местному христианскому населению. Идеологической опорой турецких беев стали суфийские тарикаты, то есть это братство и ордена, в первую очередь Дервишский орден, Мевлеви, известные своей религиозной толерантностью. Падение Константинополя в 1453 году – событие всемирного исторического значения, с которым принято связывать наступление нового времени в истории человечества. Основным стимулом для великих географических открытий был захват турками традиционных международных торговых путей между Западной Европой с одной стороны и Китаем и Индией с другой. Ускорившееся развитие мировой торговли шло параллельно с процессом становления раннего капитализма. Второе событие главального масштаба, происшедшее спустя четыре десятилетия – это падение Гранатского Эмирата в Испании в 1492 году и последовавшие великие географические открытия, которые ознаменовали, по мнению многих историков, начало перехода к новой эпохе мировой истории. Гранатского Эмирата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова